так ребята привет всем привет в общем что все что где я нахожусь нахожусь а я ребята на 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 п павловск павловск путин не ладен короче выезжают павловская вчера проехал лишнего я же короче как-то я хотел перед воронеж вообще остановиться а в итоге воронеж проехал это ехалось так хорошо проехал воронеж и лег спать там на стояночке на платной все как бы нормально так стягиваемся такими способом потом получается сегодня я проснулся тронулся поехал поехал доехал на павловска остановился и давай короче это самое покушать приготовил более прицепим боялом не дает короче говорить в общем давайте я вам на дорожку и будем рассказывать данный видеоролик сделан при поддержке наших спонсоров из компании 1xbet тут всегда самые большие коэффициенты и быстрые выплаты ссылочку на них я оставлю в описании в общем покушать приготовил потом обход машины сделал в общем все сделал все что хотел все сделал посмотрел колеса посмотрел опять одно колесо у меня не важно сзади ну ладно разберемся потом что я еще сделал что-то столько всего дело фильтр воздушный продум в общем то третья была его продувка я покупал в том году оригинальный и как бы но его уже все пора менять не знаю на обратном пути скорее всего я заеду и поменяю этот фильтр потому что но его надо уже менять не то что как это сказать пришла и не срока реально пришел как замена конец надо новый ставить ставить оригинальный опять получится видите как как на год хватает реально хватает на год его и поэтому я даже вот не знаю стоит видите под 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 ножкой передней с правой стороны там вся грязь летит в него постоянно это вообще капец поэтому знаю стрёмно короче он там стоит имеет а все время всегда не нравится и сделать я при этом ничего так не могу это где-то 700 мне там или 650 уже вот полоск у нас заканчивается армия не армия не на повесу до 10 . смело есть наверное девятнадцать двадцать двадцать одна полный не знаю никто и ты не узнает это можно узнать если реально меня законят на весы это могут сделать потому что говорят состав весовой контроль насточил свои правила по ростовской области поэтому нехер делать могут и загнать в общем сейчас расход должен быть поменьше залил солярочки еще была у меня в канистрах я набирал чтобы потешевле мне вышло это все дело в общем еду нормально все это тепло мне нравится я принципе не знаю сегодня в кофте ходил там магазин ходил да так сидел вообще без автономки нормально тепло на улице что-то сейчас внизу покажет плюс четыре показывает ну нормально у меня лучше чем минус 10 короче еду завтра надо выгрузиться потому что послезавтра 8 марта хочется мне завтра поскорее выгрузиться чтобы там не торчать и делать дальше свои дела увидится с олегом газелистом он сейчас в крыму с крыма куда-то берет загрузку на этот самый краснодар поэтому будем вместе вместе ездить ладно ребят давайте все включимся чуть попозже пока будем ехать фиолетовый маск нифига себе пролетел навстречу китайцы фуры здесь блин здесь кого только не встретил по этой трассе я прям поражаюсь армяне чеченцы в общем кого только нет ну ребята смотри зерновоза поднимает краном блин что-то у него случилось короче шахман что-то у него короче случилось у зерновоза то ли прицеп проблема то ли что и так подъем ни хера не едем еще и видите какие-то ситуации вот а тут шахматы они вообще я смотрю в другом короче дерьмонная ребята это а не машина не в обиду кому то сказано у нас там заплево куплю вольво вот это да это нормальная наверное тачка хотя тоже знаете евро шляпа как некоторые выражаются подъем подъем преодолеваю на седьмой подъем мальчик пытается меня тут обогнать фура короче это гашка пошел он меня на обгон я его обгонял теперь он меня обгоняет короче ман мана пытается обогнать белорусский а дядя на скане херачит а еще и волга по обочине да ну нахер вообще офигеть вот вы умники да я вообще офигею с вас ахереть да да дела 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 ребята все едем о какой широкий едет пацаны видели как ему днем разрешают перевозить такую ширину вот это я не знаю ребята а вот даже не один впереди еще едут ну местные местные ростовские я уже в ростовскую область ехал смотри четыре оси сзади ну две спереди как обычно ну лучше бы не познали нормально нормальная такая прям техника серьезная серьезная техника вон они еще три машины идут я их короче буду обгонять я за ними не поеду там сзади меня конечно скамейка просится но я нахер я потом за ними прикурю их капец идем вот 85 нормально он там еще сзади догоняет да за нас два с половиной метра вот такой телеги ребят представляешь нахереть ширина интересная у него какая нормальный их так сопровождают спереди там вон и сзади что интересно везут здесь три метра за нос удало два с половиной а ну так у этого ни хрена осей на тягаче три не ну тот сейчас серьезный был вот этот тоже с тремя осями ну ахилиш и лентяй интересно сколько они жрут вообще топлива то е-мое вот это да вот это тела вот это серьезные пацаны не то что мы да двадцатку тянем и уже напрягаемся ну не будем общать да да смотрите в ростовской области что травка зеленеет трава да на полях видно вам снега мало там вообще снега мало вот чисто вот так вот кусочками движемся движемся прошел весовую короче как я прошел я ее мим просто проехал и все стал я на нее заезжать то мало ли не знаю ну вроде нету перегруза но неприятности бы не хотелось конечно поэтому она такая разбитая там весовая ну камер шахтинский кто знает знаю я уверен что у меня как бы нормально все поэтому лишний раз не хотелось бы так вот погодка осталось мне еще 424 показывает у нас навигатор но он врет это неправильно наверное я так думаю маршрут хотя может быть он и правильно отсюда высчитает там он платки не считал с москвы а сейчас то что платок то только одна останется поэтому ничего себе газончика раскручили столько аварий ребята столько аварий просто вы не представляете хотя бы ну кто там водители поаккуратнее ездите то есть капец красно-белая челяба челябе привет скоро поедем челябу ну что ребята проезжая я уже ростов проехал вот он ростов таксай потихонечку не спеша еду я уго ого ого херню то по этим горам ездить ну это не горы это так горочку машинка стоит работают что она тут стоит не известно а ну ребятки стоят работают по типу Бывает, выдергивают здесь перед мостом, за что выдергивают не знаю, не понравился ты им и выдернут тебя хоть с какого ряда. Пересекаем реку Тон, где пересекли, опа, как кто-то трясет Так, что Китайоза, ты будешь ехать или что, или мы тебя будем гонять? Нет, это не Китайоза, это Хёндай. Не едет в Хёндай, что-то не хочет он ехать. Всё, Краснодар 276, а мне 319 по навигатору, а второй навигатор 350, типа на 30 км дальше показывает. Поедем, который показывает клика всех. Так, ребята, останавливался, короче, я сейчас Канаевская у нас получается, а, Кущевская, это у нас тут Транспарк стояночка, перекусил, солярочку залил. В общем, подписчик на бочке, с Нижегородской бочкой. Посидели, поболтали, вот он, Мерседесик его, с бочкой с Нижегородской. Вот, вот, вот он. В общем, короче, нормально поболтали. Парень адекватный, нормальный тоже. Будет смотреть видео тебе удачки. Удачки. А я поехал дальше, ребята. Как раз, да, куплю топливо, надо в горе. Снова всем привет. Утро следующего дня. Я уже в Славинск на Кубани. Здесь вот такой туман стоит. На улице тепло, как видимо. Попробую узнать, сколько градусов. Ну, что-то показывает, 3 градуса. Не знаю. Люди вот как-то тут легко одеты для 3 градусов. Наверное, может врет, а может и нет. Созвонился, короче, вот как бывает, ребята, расскажу ситуацию. Вот опять же сам на нее наткнулся. Короче, в заявке написан адрес выгрузки Славинск на Кубани. Улица там какая-то красная или какая-ли там. В общем, ну, вот. Получается, посмотрю, в документах тоже эта же улица. Он же юридический адрес. И такой приехал вчера сюда, хотя до этого хотел встать, да, перед этим Славицком. Ну, не было места там на заправке уже. И поэтому пришлось заехать сюда. Здесь вот так вот встать у тротуара. И такой, я думаю, короче, ну, блин. Наверное, я приехал по юридическому адресу. Хотя, ну, я не доехал до него, я уже понял. И встал здесь. Сейчас ему звоню. Грузаку, получается, грузополучателю. Он говорит, да, мы там на объездной находимся. Типа, вы проехали. Я такой, ага, понятно. Бывает так. Ну, вот, ладно, хотя я только заехал, да. Далеко там не уехал. Сейчас спокойно обратно переезд. Перееду как бы и вернусь на кольцо. Там с кольца километров там. Недалеко. Вот так вот. А народ здесь, да, спокойно. Вот в осенних курточках ходит. Как бы, ну, нормально так тепло. У меня с собой даже осенней курточки нет. Ну, буду в кофте ходить. Так что, ребята, такие вот дела. Не обращайте внимание на это и не попадайтесь. Лучше заранее тормозите. Хотя я хотел с утра сегодня, чтобы уже меня начали выгружать. Ну, может, успею. Так, они с 9 открываются. Время 15.9. Может, я успею сейчас. Накачаю воздух за 15 минут и доеду. Так что. Вот так бывает. Смотрите аккуратнее. И не попадайте в такие неловкие ситуации. Доехал я до выгрузки. Это у нас база, где делают палеты, продают и покупают. В общем, короче, расчехлил я уже бок. Вот так вот. На машине. И расчехлил на прицепе. У меня с той стороны бок расчехляется. В общем, как грузили, так и выгружают. Видите? С этой карой он сюда подъезжает. Некоторые палеты, видите, чуть-чуть сдвинулись. Некоторые нормально стоят. Так вот. Короче, пойдет. Я надеюсь, до обеда управятся, парни. О! О! Половину. О! Половину уже выгрузили, можно сказать. Так, среднюю стойку, наверное, она им помешает. Наверное, я ее сейчас тоже сниму. да наверно придется его и снять ну сейчас потихонечку выгрузит меня нормально ну что меня выгрузили все сейчас убираюсь закрываю вот столько вот у меня канистр было заправлено соляркой все это залито в бак уже давным-давно так короче ребята все ведь выгрузились и чехлились красота так ворота закрыты все нормуль что выезжаем грязи еще ведь какая надо будет все мыть и пылесосить